Всем привет, я Влад и это магазин Попади в Десятку. Сегодня у нас на обзоре такой вот оптический прицел, и это Маркул Сталкер 1х10х24. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и напишите свой комментарий. Три этих несложных действия очень сильно помогут нашим видео в продвижении, и мы будем безмерно вам благодарны. Мы на вас надеемся. Давайте начнем с комплекта. Безусловно, здесь есть крышки, крышки пластиковые, соответственно, открываются вот так, и да, они, конечно же, снимаются без каких-либо проблем. Также для того, чтобы пользоваться вот этими барабанами, сразу скажу, нужно будет скрутить крышку отсюда, отсюда, и уже, соответственно, здесь дальше крутить. Сами барабаны, за что они отвечают, я расскажу вам чуть позже. Помимо всего этого, есть микрофибра, чтобы оптику протирать, потому что оптика, конечно же, должна быть чистой. Ну и, конечно же, инструкция, но инструкция на английском. Возможно, кому-то пригодится, кто-то сможет перевести, или просто захочет хотя бы. Сейчас можно перевести все, что угодно. Ну и вот такая вот спецификация. Мне очень нравятся спецификации, вообще, которые кладут в коробки для оптики компания Маркул, потому что они крайне подробные. Здесь мы можем видеть прицельную сетку, и все, 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 что вообще, какие параметры есть у данной оптики. Ну и, конечно же, как же без комплектных посадочных колец, которые будут располагаться у вас на коробке, вот так вот на торце приклеенные. Кольца для вивера, цепляете к оптике, и дальше уже к вашей винтовке. Ну, то есть, по комплекту, в принципе, все. Давайте же теперь посмотрим уже на оптику поближе. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Прицел изготовлен китайской компанией Маркул. Длина его 240 мм, вес 490 грамм. Диаметр выходной линзы 24 мм. Рассматриваемый прицел Маркул имеет расположенную во второй фокальной плоскости баллистическую прицельную сетку Мар-164. Подсветка у данной модели есть, она красная и имеет 11 уровней интенсивности. Для переключения уровня интенсивности нужно воспользоваться барабаном, который находится на левой стороне узла управления. Посадочный диаметр у данной модели 30 мм. Для диаптрильной отстройки нужно воспользоваться барабаном, который находится у основания окуляра, а благодаря повороту этого вы сможете менять кратность оптики. Для настройки регулировки расположения прицельной сетки вам нужно воспользоваться барабанами, которые находятся на узле управления, где верхний отвечает за смещение по оси Y, а правый за смещение по оси X. Шаг регулировки поправки 1,1 мил. Кратность данного прицела от 1 до 10, и да, он заполнен азотом, все верно, что говорит о том, что запотевать он не будет. Если вдруг вам он понравился, подходит по параметрам и все остальное, и сейчас вы думаете, ну хорошо, где его купить-то? А давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на этот замечательный оптический прицел подходит к концу. И, друзья, как я уже неоднократно говорил, оптика от компании Markul не нуждается в том, чтобы ее дополнительно хвалили. Покупая данную оптику, вы уже имеете гарант того, что все будет на высшем уровне. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же вам данная оптика, или же задавайте свои вопросы, если вдруг они у вас возникли. Я же с вами прощаюсь. Всем спасибо, пока и до новых обзоров!